И действительно, когда вы находитесь в отношениях, когда они только начинаются, под влиянием гормонов, тем более если это симпатия взаимная, влюбленность взаимная, вам достаточно сложно разобраться в том, кто перед вами находится. И мне очень хочется, чтобы после этого видео таких вопросов у вас не было, чтобы вы поняли и осознали, who is who, что это за персонаж и как его раскусить в самом начале отношений. Прежде чем мы пойдем в разбор этой темы, я хочу напомнить девушкам о том, что каждый месяц я провожу бесплатный онлайн-курс. Это действительно удивительная программа. Участницы курса по всему миру. То есть нет ни одного уголка земли, где есть интернет, но при этом нет выпускницы курса. Курсы, которые мы затрагиваем, абсолютно разные. Это и сексуальность женская, это и детские травмы, это, конечно же, и самооценка, это отношения с мужчиной, это отношения и с абьюзерами, это развод, это отношения с женатым мужчиной, с сожительством и многие-многие другие моменты. То есть наша задача за очень короткое время, как правило, это 5-6 вебинаров, дать вам максимум ответов на те вопросы, которые вы, в принципе, не находили годами. Поэтому, если вы хотите изменить свою жизнь осознанно, а не надеяться на какой-то случай, пожалуйста, под этим видео находится ссылочка, переходите по ней и регистрируйтесь на нашу программу «Я такая одна, удобная или уникальная». И присоединяйтесь к участницам, которые уже ее прошли. Итак, влюбленность – потрясающее состояние. Я думаю, что многие из вас его проживали, кто-то, может быть, и по несколько раз. Но потом, в конечном итоге, партнер раскрывался с совершенно иной стороны, и вы обнаруживали, что он не совсем тот человек, который был изначально перед вами. И да, действительно, очень сложно отличить влюбленного мужчину от мужчину, который, например, прикрывает свое абьюзивное поведение некими стратегиями поведения влюбленного мужчины. Но вот действительно, когда мужчина влюбляется, от него можно ожидать всего, чего угодно. Он становится и более сумасшедший, и он становится немножко и глупый, и где-то наивный, где-то его детская часть просыпается. Он и романтичный, и заботливый. В общем, он становится достаточно сложноуправляемым. То есть, он сам не может собой управлять. Но сегодня я хочу, чтобы вы обратили внимание на те поступки, которые действительно могут предупреждать вас явно и открыто – ты не туда идешь. Ты не с тем человеком начинаешь отношения. Что это за поступки? Естественно, абсолютно каждый абьюзер – это человек, который заинтересован в том, чтобы взять под контроль свою жертву, заманить ее в сети, изолировать ее, создать условия, где она будет всецело зависеть от него, будет подчиняться ему и будет абсолютно управляемой. Так как он преследует эту цель, выбрав в себе женщину, видя ее перед собой, она ему действительно может нравиться, он действительно может в нее влюбиться. Никто не говорит о том, что абьюзер не может влюбиться. Он может влюбиться, у него может появиться зависимость, у него может появиться какое-то очень сильное магнетическое притяжение. Но основная его задача первая – это как можно скорее убедиться в том, что у вас уже есть отношения. То есть, такие мужчины, как правило, уже на первоначальных этапах, возможно, даже на первом свидании, говорят о том, что давай жить вместе, а ты веришь в любовь с первого взгляда. Или там на третьем свидании он уже предлагает вам переехать к нему, или объявить себя чуть ли не мужем и женой гражданскими, давай будем проживать на одной территории, развиваться. То есть, ему необходимо как можно скорее обеспечить полный контроль над тем, как вы живете. То есть, изолировать вас. Как только он сделает этот шаг, дальше начнутся какие-то определенные правила, определенные принципы. Это не так, то не так, но мы сейчас к этому подойдем. Следующий момент очень важный. Если женщина начинает высказывать свою неготовность, то мужчина-абьюзер, как правило, очень мягко, очень культурно начинает обесценивать ее мнение. Ну, допустим, женщина говорит, я пока еще не готова, нам нужно пообщаться, какое-то время узнать друг друга. Как это в смысле жить вместе, детей рожать? Мы с тобой знакомы всего неделю, там две недели, а ты уже такие заявления громкие делаешь. И мужчина, да, он не пойдет на такое, знаете, обесценивание открытое, хотя есть такие персонажи, которые начинают психовать, начинают нервничать. Почему? Вы должны запомнить, абьюзеры – это искалеченные люди, это мужчины с больной психикой, мужчины с низкой самооценкой, неуверенные в себе, там проблем просто пруд пруде. И, безусловно, любой отказ, любые сомнения, он начинает воспринимать как личное оскорбление, как удар ниже пояса. Поэтому есть и такие мужчины, которые начинают сразу возмущаться, переходить даже на оскорбление. Тут-то понятно, вообще ничего ждать не надо, нужно сразу разворачиваться и бежать как можно быстрее, потому что догонят и будет хуже. Но есть та категория, которая делает это очень аккуратно. То есть, ты ничего не понимаешь, да ладно тебе, ну чего ты, ну к чему тут присматриваться, мы же взрослые адекватные люди. Вы ему свое мнение высказываете, он его обесценивает. Следующий момент очень важный. Абьюзеры – мужчины, которые пытаются войти в отношения, они с самого начала начинают рассказывать о своем не совсем хорошем прошлом опыте. В этом прошлом опыте обязательно будут виноваты все вокруг. Его кто-то ранил в сердце, его кто-то ранил в душу, кто-то его обесценил, кто-то его обманул, он пережил предательство. То есть, этот мужчина будет все время пытаться внушить вам мысль о том, что он очень хороший, но с ним поступили непорядочно. По отношению к нему относились не по-человечески. Безусловно, вот это желание вызвать сожаление у вас, и у многих это получается, и вы начинаете что? Вы бессознательно начинаете искупать вину, возможно, даже несуществующую, женщины из его прошлого. То есть, какая-то там женщина, возможно, его обидела, он тут сидит, плачется, как ему плохо, его там не любили, не ценили. И сейчас ваша задача что? Конечно, вы начинаете его утешать. Вот, бессовестно, мне кажется, ты такой хороший человек, ты такой приятный, ты такой рассудительный. Безусловно, чтобы вы понимали, абьюзер контролирует свое поведение так, что даже в стрессовой ситуации, где он в привычном для него состоянии сорвался, обматерил вас, а возможно бы даже и ударил, даже в такой ситуации, в начале отношений, он будет вести себя очень спокойно и говорить, не переживай, мы со всем справимся. Не переживай, у нас на все будет замечательно и хорошо. И я вот здесь, знаете, захожу на некоторые, заходил на некоторые сайты и смотрел, есть сайты даже, где, я не буду, естественно, их рекламировать, где абьюзеры общаются между собой и делятся средствами, способами манипуляции. Как управлять женщиной? То есть, как ее обмануть, как ей, значит, внушить мысль о том, что он самый классный. Например, если у женщины есть ребенок, он начинает окутывать ребенка, окучивать его, просто брать его в какую-то, знаете, очень такую любящую, добрую охапку. Если он не соприкасается с самим ребенком, он что делает? Он может купить какую-то игрушечку, он может купить какую-то машиночку, конфеточки. Он постоянно про ребенка, как у ребенка дела, как там, а как в школе, если нужна помощь. Он только услышал, что ребенок простыл, он уже едет, везет лекарства. И здесь, конечно, опять же таки, можно подумать, ну это же прекрасный мужчина, это же удивительный человек, это же редкость такая. Не спешите с выводами, не торопитесь с ним. Поехали дальше. Естественно, мужчины что делают? И вот они там обсуждают между собой эти абьюзеры, я об этом часто уже и говорил на многих своих программах и эфирах. Абьюзер начинает прикрывать свое желание контролировать вашу жизнь заботой. То есть заботы становится так много, и она на вас начинает давить. То есть вам становится тошно от его заботы. Он поинтересуется 20 раз в день, ели вы или не ели. А может быть мы встретимся пообедаем. А давай я тебя встречу, а давай я тебя отвезу, а давай я приеду, а давай это, а давай вот это. То есть он в принципе заполняет собой все свободное пространство. У него нет понимания того, что у вас есть какие-то свои дела, что у вас есть встречи с подругами, что вы можете пойти на какой-то спорт, либо пойти на какое-то мероприятие. То есть он начинает очень сильно нервничать и обижаться, когда вы, например, в хорошем настроении проводите время в кругу своих друзей, но его туда не взяли. Не взяли не потому, что не хотите, а потому, что там встреча с девочками, у вас свои какие-то разговоры. Он может показывать эти обиды, говорить, что ему неприятно, можно было бы найти время, значит, у меня получается, что ты со мной не хочешь видеться и так далее. Естественно, абьюзер обязательнейшим образом будет пытаться склонить вас как можно быстрее к сексуальной близости, но есть и та категория абьюзеров, которые будут говорить вам наоборот. Когда ты посчитаешь нужным, тогда это и случится. То есть его задача усыпить бдительность для того, чтобы вы, естественно, чувствовали себя абсолютно комфортно до определенного момента, пока вы не окажетесь рядом с ним на одной территории, и вот там вы уже начнете испытывать на себе всю прелесть этих отношений. Поэтому, если вы чувствуете, что мужчины становится очень много в вашем пространстве, и вы запутались и не можете понять, это действительно проявление влюбленности, ухаживания, либо это абьюзер, сделайте следующее. Обозначьте мужчине определенные границы свои. Ну, например, скажите, ты знаешь, допустим, мы в пятницу с тобой не сможем увидеться, потому что я еду на встречу с подругами, или уезжаю на дачу к родителям, или еще куда-то, или я буду занята, мне нужно готовиться к экзамену, или мне нужно подготовиться к какой-то важной презентации, встрече. Смотрите на реакцию мужчин. Как правило, они показывают недовольство. Они могут включить игнор, они могут пропасть, не звонить, они могут резко вспыхнуть, взорваться, начать психовать. И здесь очень важно также обращать внимание на то, что мужчины-абьюзеры, они, как правило, не преследуют цели быть в таком, знаете, гармоничном звучании с женщиной. Его это не интересует. Ему необходима женщина, которая будет всецело подчиняться ему. То есть, там ни о какой гармонии речи не может идти. Сейчас я хочу, я просто здесь себе специальную выдержку такую небольшую сделал с этого сайта. Значит, там переписка двух мужиков между собой. Я так понимаю, они оба абьюзеры, а один второму пишет, значит, здесь. Я своими словами перескажу, чтобы не читать дословно. В общем, смысл такой, что, значит, один из них был в отношениях с женщиной, и когда та постоянно ему, значит, говорила о том, что у нее есть какие-то дела, ей нужно там пойти на тренировку, либо пойти на какую-то, на какой-то кружок, там, хобби у нее. Его накрывала жуткая агрессия, и у него возникало желание просто сорваться на нее, обматерить, сказать, что ты, сука, как ты мне надоела, ты, и так далее, и так далее. Вот. Но он говорит, что я делал. Я, когда ей звонил, в плохом настроении, был зол на нее, я всегда рассказывал о том, что у меня уже злюсь. Я начинал ругаться матом. И когда она мне спрашивала, ты чего такой злой, ты чего ругаешься, я придумывал историю, что якобы я разозлился на кого-то другого, и он меня довел, но мысленно представлял ее. Вы вдумайтесь, это что у человека в башке должна быть за каша, чтобы такие тонкие какие-то стратегии, шаги высчитывать, вымерять, переносами какими-то заниматься, злюсь на нее, придумываю историю, что злюсь на другого, ругаюсь матом, чтобы она слышала, но когда спрашивает, я говорю, что это не тебе, это вот ему, он меня сегодня довел. Вы должны понимать, этих людей колбасит из стороны в сторону. И будьте готовы к тому, что утром вы можете быть аленьким цветочком, любимой кошечкой, в обед вы можете быть сукой неблагодарной, а вечером уже с цветами он будет стоять возле окна и говорить, прости меня, пожалуйста, просто у меня был трудный рабочий день, я не понимаю, что на меня нашло, этого больше не повторится. И это будет постоянно, это будет постоянно. Я здесь специально себе еще сделал некоторые моменты, на которые необходимо обратить внимание. Смотрите, очень важный момент, когда вы находитесь в отношениях с мужчиной-абьюзером, то, безусловно, можно обнаружить следующее. На что необходимо обращать внимание? Это прислушиваться к своему телу. Почему именно к телу? Когда мы начинаем анализировать, мы можем запутаться, но наше тело никогда нас не обманывает. Оно воспринимает угрозу всегда, стопроцентно. То есть, ваша задача прислушиваться к состоянию комфорта. Потому что, как я уже и сказал, мужчина на первоначальных стадиях отношений, абьюзер будет заманивать вас в сожительство, в брак, в рождение детей. Будет окутывать вас в невероятной заботе и будет душить этой заботой. Будет стараться изолировать вас от общества, чтобы вы принадлежали только ему. Будет навязываться. И, естественно, если вы это обнаруживаете, ваша основная задача прислушаться к себе. Не обманывайтесь. Если вы чувствуете какой-то дискомфорт, вы должны понять, что-то не так. Вы должны признать это, вы должны принять это. Не нужно сразу рвать отношения. Возможно, возможно, это какая-то ошибка. В редких случаях такое бывает. Поэтому возьмите небольшую паузу. Сократите количество встреч с мужчиной. Попробуйте посмотреть, понаблюдать со стороны, как он себя будет вести. Дает ли он право вам быть собой? Дает ли он право вам проживать вашу жизнь и не ограничивать вашу свободу в пределах разумного? То есть, он не навязывает себя постоянно, не обвиняет вас в чем-то, не начинает призывать вас к совести, не показывает какие-то обиды. Вот, ты мне отказала, ты мне не дала, ты со мной не встретилась. На все это необходимо обращать внимание. Потому что потом в отношениях вы себе даже представить не можете, к чему это приведет. И очень важный момент. Здесь, конечно, женщины, которые имеют такую предрасположенность невротическую, они наоборот в таких отношениях будут чувствовать себя, знаете, комфортно, как в своей тарелке. Женщине без такой предрасположенности будет дискомфортно. Мы же часто с вами обсуждаем темы, когда, например, женщину не заводит порядочный мужчина. Он нормальный, он адекватный, с ним не нужно страдать. И он не возбуждает женщину. Но вот такое говно, которое будет расшатывать женские эмоции, женскую нервную систему, оно всегда будет возбуждать. И здесь вы должны понимать, что как только вы от мужчины в каком-то конфликте услышали, допустим, фразу, что типа «я тебе жизни не дам, я тебя уничтожу, я тебе то, я тебе это», через час он говорит «прости, я тебя люблю», потом опять он говорит «я тебя опозорю перед всем миром», это конец. Это конец. Этот мужчина не может быть с вами на одной территории. И какие ошибки вы начинаете совершать? Я здесь специально себе подписал некоторые моменты, чтобы вы ни в коем случае не потеряли рекомендации. Первый момент я уже уточнил, да, это вопрос, связанный с личными границами. Выберите в отношениях с мужчиной, который начал за вами только ухаживать, комфортную для себя форму общения. Место встреч, часы встреч, продолжительных встреч, для того, чтобы вы посмотрели на его реакцию. Не сможет абьюзер долго себя держать в руках. У них этого не получается. Он будет ходить, 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 а рано или поздно вы услышите о себе всю правду, что вы все такая же, как и все, что вы сука, что вы еще кто-то и так далее, и так далее. Здесь очень важный момент. Смотрите, когда вы расставили границы личного пространства, я вас очень прошу, никогда не уходите от принятого решения. То есть, будьте непреклонны. Если есть договоренность какая-то и даже какие-то планы, возможно, если они действительно поменялись, вы, да, можете поменять их, но специально подстраиваться под мужчину, ломая себя, ни в коем случае. Как только это начнется, вы уже должны понимать, что он свою стратегию плавно-плавно запускает и реализует. Следующий момент очень важный. Когда вы начинаете общаться с людьми, с мужчиной, это большая ошибка женщин, вы перестаете общаться со своим близким окружением. Я имею в виду ваших подруг, друзей, не делайте этого. Очень важно со стороны. Не надо ни с кем советоваться, не нужно подходить, спрашивать, ну как он тебе, нет. Но бывают такие ситуации, явно выраженные, которых вы не замечаете. Но это может заметить мужчина. Я вам приведу такой пример. Я был в одной компании, где, когда я только начинал заниматься психологией, где была пара молодая. И они сидели, только познакомились недавно и общались между собой. Ну как бы перешли на эту встречу вместе. И естественно, эта компания уже старая, а он новый человек в этой компании. Мы его знать там не знали никто. И значит, эта девушка из нашей общей компании, она рассказывает о том, какой он классный, какой он крутой, какие у него там цели в жизни, о том, что для него очень важна семья. А когда мы выходили покурить на улицу, он отзывался очень нехорошо о женщинах. Он говорил о том, что бабы меркантильные, что 90% женщин это шлюхи. Когда мимо проходили какие-то девушки, он там подкалывал их, какие-то шуточки отбрасывал. И возникла мысль, что это какая-то странная ситуация. Здесь парень, нам рассказывает наша подруга о том, что он такой замечательный, а здесь как бы замечательного и не наблюдается. Поэтому это очень важно тоже, чтобы ваше окружение знакомилось с этим человеком. Вы обнаружите следующий момент, он будет стараться избежать встреч с вашим окружением. Он будет стараться вас изолировать от встреч с вашим окружением. Я, если эта тема интересна, пишите, пожалуйста, в комментариях, что нам, да, давайте продолжение, мы будем разбирать такие очень тонкие моменты в поведении мужчин-абьюзеров, чтобы вы были во все оружие. Вот. И на сегодня мы обсуждение это закончим, но если вам это интересно, я, конечно же, буду продолжать дальше. Вопрос личных границ я очень подробно раскрываю на курсе «Я такая одна удобная или уникальная». Поэтому, если вы хотите, пожалуйста, переходите по ссылке под этим видео. Это не просто какой-то, знаете, такой поверхностный курс. Я там привожу очень много примеров. Там очень много психологии, там очень много научных исследований, там очень много различных возможностей продиагностировать себя здесь и сейчас в реальном времени, в прямом эфире и сравнить то, что я говорю, со своей жизнью. Обнаружить, возможно, это в себе и, конечно же, изменить. Поэтому, пожалуйста, под этим видео ссылочка, переходите по ней, регистрируйтесь. Я надеюсь, это видео было для вас полезным. Увидимся в ближайшее время и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok